В моментах немногим сложнее, чем заниматься самоудовлетворением. Теперь всё стало ещё проще, благодаря Ньютону нового тысячелетия, Стиву Джобсу и компании Apple. Встречайте в рубрике «Онлайн-хит» музыканты-еблофаны. Когда-то сенсорные дисплеи были всего лишь фантастической идеей и интересовали разве что повёрнутых технарей. Но стоило появиться удобным коммуникатором и планшетом, и новая технология вскружила голову всем творческим людям без исключения. В особый восторг пришли музыканты. Это ж надо, думали они. Крохотный такой iPhone можно превратить в любой инструмент. От обычного фортепиано до экзотической окарины. Достаточно найти подходящую программу в магазине Apple. На новую забаву подсели даже серьёзные музыканты. Композитор Джефф Кайзер поэкспериментировал сразу в нескольких жанрах, используя всего одно приложение — Guitar Toolkit. Оценивая потенциал айфонов и айпадов, энтузиасты начали собираться в i-группы и даже целые i-оркестры. Более того, некоторые коллективы готовы были отказаться от настоящих инструментов в пользу айфонов, ведь их можно пронести куда угодно. Так, например, бруклинская группа Atomic Tom исполнила в метро настоящий i-rock. И даже японцы, поначалу не питавшие симпатии к американским устройствам, тоже стали музицировать на сенсорных экранах. Не отстаёт от тренда и наши рокеры. Популярная в прошлом группа «Жуки» зарядила новым подходом свой самый известный хит. Появление айпадов в прямом смысле сыграло музыкантам на руку. Они стали реже промахиваться мимо нот. На больших экранах получалось исполнять даже такие сложные партитуры, как «Полёт шмеля». Серьёзные продюсеры пошли ещё дальше. Они стали подключать планшетники к компьютерам и использовать их в качестве профессиональных синтезаторов. Вдобавок гаджеты Apple стали отличной платформой для музыкальных игр. На них уже запущена успешная серия «Рокбенд». Любопытно, что герои одного из последних рок-бендов, панк-рокеры Green Day, всей этой планшетной одержимости не понимают. Да многие покупают эти айпады просто, чтобы разобраться, что это за хрень такая. И всё же перспективы нерадужные. Неужели вся музыка перекочует на сенсорные дисплеи? Не стоит волноваться. История показывает, чем доступнее искусственное, тем больше ценится настоящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова